Грузия, несомненно, суверенное государство. В 21 веке, в отличие от 20 века, нападать на суверенное государство, не имея санкции ООН, Евросоюза, ОБСЕ, кого угодно, на какой-то международной санкции, это нехорошо, за это делают а-та-та. Кстати, мы пребываем в святом убеждении, что вот американцам море по колено, громят кого хотят, бомбят кого хотят. Они все-таки умудряются, успевают заручиться. Вот, в том-то вся и штука, что когда американцы вошли в Ирак, у них был вагон и маленькая тележка резолюции ООН. Когда НАТО бомбило Югославию, у них был вагон и маленькая тележка резолюции Евросоюза. Это, извините, совсем другое дело. А когда вы без единого международного обоснования, просто потому что я так хочу, начинаете громить иностранное государство, это уж вам не Южная Осетия и не Абхазия, это иностранное государство. Это явное попрание международного. Значит, для того, чтобы государство, любое, стало независимым, что нужно? Ведь любое государство может объявить себя независимым. И сказать, мы независимы, любая часть любого государства, вот Краснопресненский район Москвы, объявят себя независимым, и все. Но это независимость, которая интересует только их. Независимость государств признает только одна инстанция в мире. Она называется ООН, международное сообщество. Никто не собирается в международном сообществе признавать независимость. Корсики, области Басков, Чечни, Южной Осетии, Карабаха, Северная Ирландия. Никто не собирается. А объявлять можно что угодно. Если Россия в одностороннем порядке согласится признать независимость Южной Осетии и Абхазии, она, Россия, попадает все в ту же самую блестящую международную изоляцию. То есть получается, что проблема Южной Осетии не решена? Никто в мире Россию не поддержал. Это для России политически, внешне политически, очень неприятный сюрприз. Очень неприятный сигнал. Крайне неприятный. О нем можно молчать, и о нем молчат. Можно раздувать патриотические все эмоции, бить в фанфары, говорить о том, что такого преступника, как Саакашвили, со времен Гитлера не было. Все можно. Но, понимаете, мы не остров, отделенный от всего мира. Мы абсолютно интегрированная в мир страна. Интегрированная финансово. И, кстати сказать, если бы в этой ситуации под влиянием политики международные рейтинговые агентства понизили рейтинг России, то вот тут мы бы поплясали. Начался бы массовый вывод денег из России. Затем могли последовать экономические санкции. При этом у нас бы вполне покупали нефть и газ, как их покупают у Ирана. Но жить Ираном, это, знаете, удовольствие ниже среднего. Нефть и газ у тебя покупают. Живешь под дамокловым мечом санкций. Технологии нельзя. Выезд из Ирана, между прочим, ограничен. Хорошо, а внутри политическо-общественной жизни в России этот конфликт как-то может повлиять? Никак. Внутри России политической жизни нет, и она не появилась от этого. Есть мощные патриотические, или ура-патриотические настроения. Ими охвачено поголовно все общество, за исключением нескольких отчетов. В общем, получается, что для мирной жизни мы как-то в мирной жизни мы тускнеем. Я имею в виду и общество, и эти были руководители. Для жизни нам нужна война.